братья всем привет сегодня день закончил я уже такие дни бывают я их очень люблю они шикарные они идеальные вот так такая торговля мне видится вообще идеально то есть вот как бы в идеале вот так вот трое дня ты короче взял да и все это потом может быть добился там еще одну сделочку где туда прям аккуратненько чуть-чуть там откусил и все и закончил но так у нас картинка это вчерашний вот это вот штука которую мы разбирали до такой некий немного с примесью гэмблинга да и вот вчера когда мы вот здесь вот были на этих отметках да и я говорил что здесь я одним лотом вставал если бы был еще лот то кинул бы его ну просто подождать обновление лоя там где-то с целью в равенном 63 06 да но по ходу они все сделали как всегда хитро очень да я же говорю что вот но никому не дадут они сесть и забрать вот это все да они обязательно обязательно наведут шубника или еще конь там перехай локальную стоит или еще чуть и так далее то есть вчера цели этой так и не дали вот начали в отскок уходить в ночь там сегодня с утра зашли опять на отметке 64 11 там 64 15 вот в ту зону там да вот и сейчас мы снижаемся и вот скорее всего вот это обновление лоя будет сегодня скорее всего а может вообще каком мега падения на то есть как бы если бы я вчера заходил двумя лотами то меня бы так хотя посмотрим нас во сколько закрыть это было у нас во сколько было закрытие нет все было бы хорошо но и тут ну то есть по крайней мере 63 95 63 ну не знаю ждал бы я до закрытия либо вышел где-то вот здесь вот потому что здесь вот есть уровень такой да я его вижу у меня он обозначен и когда вот это вот может быть где-то либо вот здесь поставил бы стоп либо вот на как это сказать на на повторном вот на на ретесте вот этой штуки где-то здесь был выскочил не знаю может быть сидел тупо как обычно я жил прям до конца но в любом случае закрытие бы был плюсовое там в районе 63 95 до 63 95 но не намного хуже чем вот закрылся я первым тейком но по крайней мере не было бы убытка но убытка бы по этому трейду все равно бы не было да даже если бы был стоп почему ну потому что я уже забрал какую-то часть прибыли там поэтому как бы просто отыграл были назад и все вот это было вчера это кратко так а сегодня вот оно отработал уже все у меня вот эта красная зона вчерашняя очень красивый красивую картинку здесь нарисовали очень красивую картинку нарисовали очень понятную мне до картинку ту которую вот но она идеально вообще все все здесь идеально в этой картинке то есть у клиринга открылся набивом уровне уходом от него уровень показали да дальше выброс наверх упирание вот в эту зону шартовую да далее нырок под нее вот здесь уже можно было вставать но здесь я еще спал я когда проснулся я увидел что вот ну где-то вот по моему то ли здесь мы короче где-то вот здесь вот мы были вот на этих отметках мы были сейчас уже не помню точно вот и первое что я видел на ход здесь это вот этот уровень вот она и я вошел но что-то мне там не понравилось в общем там на часе час закрылся как-то вверх план голода это все как-то блин не так не понравилось я решил что подумал что скорее всего вот эту вот будет уровнем для ложничка станет уровнем для ложничка вот поэтому я когда здесь вот вышел наблюдал что они здесь будут дальше как они эту карту разыграют разыграли они как по нотам то есть они сюда пришли здесь такой вот да вот как это левая левая такая на торговочка вот и здесь вот это локальный такой уровень и вроде как она такого отсюда в ланге все смотрится да и вот здесь вот возможно какую-то ликвидность цепляли дотащили сюда до уровня прям четко да вот и от уровня уже пошли вот я смотрел в это время на старший как бы старшие мне говорили о том что оттуда должен быть отскок куда непонятно куда непонятно там поэтому я выходил то есть здесь я закрылся на уровне это по-моему был 6360 до 6360 это ну это второй тейк это трендовые по часу уровень да вот потому что отсюда еще могли быть забросы какие-то куда-нибудь сюда еще блин легко потом туда то есть все что все что угодно может быть вот поэтому вторым тейком здесь первый тейк ну да то есть ну как бы вот уровень ну то есть есть некая проторговка обозначена да с левой стороны первый тейк ближайший ну то есть вот ну как бы здесь все читка чая его забрал и уже там спокойно стоп передвинул куда-то ближе сюда я его сейчас уже не помню сейчас скажу а 6401 же там да куда-то вот 664 там по-моему 07 что ли вот за эти вот вот за эти вот лакашки куда-то вот сюда вот я его сдвинул поэтому даже если бы мы вернулись у меня там отступила то еще нормально бы прибыли остался ну а дальше уже как говорится как бог даст да дадутся и не дадут ее далее и достаточно быстро это все по времени происходило нормально вот дальше еще вот здесь вот 6343 тоже уровень я его видел 6343 вот и я еще подумал думаю как дует тому то ли мне стать лимитом прямо отсюда до при первом подходит там какой-то отскок забрать небольшой то ли думаю ложечка дождаться решил дождаться ложечка хотя бы какого-то вот потому что ну может быть в лимит это может быть просто тупо пронос вообще такой сквозной да вот ну и соответственно когда вот здесь такое так сказать сюда шипнулись тут еще уперлись там во что-то да вот во что не знаю посмотрим а ну да трендовый же уровень 6340 правильно вот 6340 смотрите вы видите я не знаю кто бы что не говорил про минимальные объемы там я разные сети слышу интерпретации по этому поводу но я в своих видео постоянно акцентирую внимание на них если вы заметили вообще да они постоянно фигурируют и я ими пользуюсь для пристрелов частенько здесь явно видно зону откуда мы выскочили наверх причем так хорошо сходили наверх да вот понятно что здесь тестик уже был да вот этот шейкаутовский так называемые вот он был уже но тем не менее отсюда стоило ждать какого-то пусть хотя бы даже небольшого сколько но здесь вот он на этот уровень отскока вот соответственно первая цель это вот этот вот там ближайший до совсем ближайший так сказать какой-то пик здесь я не жадничал почему потому что уже хорошую прибыль была и здесь задача была ну по возможности ее немного приумножить но ни в коем случае не потерять уже да что то поэтому я вот здесь зашел стоп поставил прямо вот сюда за уровень и что-то здесь на с откатом мы должны были как-то куда-то докатиться до верха да понятно что вот эти объемы вот эти объемы идеал был бы но как показывает практика мы очень часто 2 3 тика не доходим на них вот поэтому я поставил прямо на максимальный объем в кластере цель вот так ордер стоял а сам просто сидел и наблюдал и когда я увидел что вот они это нарисовали штучку вот эту да маленькая проторговочка такой выход и потом возврат сюда я вот здесь вот закрылся в этом возврате просто руками прямо получилось на этом уровне потому что но остановились затормозили что-то вверх как бы прохода у нас и но не получилось там куда-нибудь повыше вот сюда вот да где вот 63 60 вот это вот до 61 там 62 где я лимитом ждал поэтому я просто руками закрылся думаю ну отлично ничего я там забрал еще там пару сотен баксов прилепил да потому что у меня уже было и поди что плохо мне лично хорошо на этом я сегодня торговлю свою закончил вот ибо ну трейд дня он состоялся трейд дня он состоялся что еще можно здесь желать да посмотрите ну вот вот это вот я считаю идеальная торговля то есть это если бы таких дней было процентов 80 хотя бы вот это было бы шикардосно то есть вот вот нынешняя моя цель и стремление вот к таким параметрам да то есть когда я вот это дело откатаю во первых во вторых перестану заниматься вот таким гэмблингом который вы видели вчера да вот ну то есть когда ко мне придет осознание когда я вот проникну в глубину этих происходящих событий и причин связанных с ним да когда я постепенный и многократной тренировкой набью новый навык который мне заменит вот этот старый никчемный бесполезный и вредоносный да а это не что иное как навык и есть это самый обыкновенный навык то это навык ребят понимаете то есть это это просто привычка дурная привычка это такая же дурная привычка привычка курить потому что есть привычка курить а есть привычка не курить да и та и другая формируется огромное количество времени на дистанцию то есть это процесс так и тут когда это произойдет тогда 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 я буду готов и мне будет не жалко потратить денежные средства, знаки на участие в том же ТСТ Потому что тогда я буду понимать, что у меня есть какие-то достаточно серьезные шансы на успех Я буду это осознавать, причем я буду в этом не то что уверен, но у меня очень будет серьезное для этого основание Поэтому это произойдет не раньше А пока, пока, ну будем вместе смотреть и наблюдать Кстати говоря, я хочу сказать, что я дурак, что я не начал канал раньше То есть я просто вот в октябре его начал, прошло не так много времени Но на самом деле я вижу просто, насколько я продвинулся за это время вперед Сидя один на один с самим собой, вряд ли бы это произошло, так бы и сидел бы А здесь все-таки оно обязывает, понимаете, чувство некой ответственности И потом не хочется же выглядеть постоянно лохом, чилийским, дураком Ну это неприятно Поэтому начинаешь как-то уже выбирать и так далее А в этом процессе начинает формироваться твой собственный стиль Ну вот, походу он начал формироваться во всей этой кухне, да, в процессе Ну и вот имеем то, что имеем Это пока дальше будем посмотреть по времени То есть я думаю, что все, кто на моем канале следит Все, кому интересно, то рано или поздно станут свидетелями всех тех событий Пошагово буквально, пошагово Вот, что я считаю несомненной пользой Потому что можно будет это соизмерить, проанализировать со стороны И просто выбрать что-то для себя полезное, что поможет вам в продвижении на этом поприще Также, друзья мои, я напоминаю всем, может быть, кто сегодня впервые попал на мой канал Смотрит это видео А также всем, кто давно меня наблюдает В общем, информация для всех Напоминаю, что идет набор в группу для обучения У глубоко уважаемого много мною CL трейда У Владимира Вова, если смотришь, привет, дружище Вот 12 октября стартует группа Есть еще время Есть еще время Соберетесь, стукните мне в скайп, получите скидку в 100 баксов Вот, не пренебрегайте этой возможности, друзья мои На 7 прощаюсь с вами Желаю вам добра и процветания Не забудьте поставить лайк, ребята Ну, это же не сложно 50 просмотров и там Из 50 просмотров, я не знаю 10 лайк Ну, не знаю Ну, или хотя бы дизлайк То есть, вы поставьте что-то Не надо стесняться Не надо стесняться То есть, выразите свое отношение к мероприятию Проведенному, просмотренному Не будьте такими эгоистами, друзья мои Обнимаю, всем добра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!